Главные вести республики на телеканале Россия 1. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Кокмазов. Здравствуйте. Движение вверх. Мэр Черкеска Руслан Тамбиев переходит на работу в правительство Карачаева-Черкесии и получает награды. Карантин снят. Республиканская больница меняет режим работы. Увеличивается ли объем экстренной помощи? Самая многодетная. В Узжигутинской семье ожидают рождения 15-го малыша. Подарки уже привезли. Помним и гордимся. В республиканской столице раздают георгиевские ленточки. День победы в нашем сердце. С сегодняшнего дня Руслан Тамбиев переходит на работу в правительство республики на должность первого вице-премьера. Соответствующий указ подписал сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. После того, как депутаты Думы города Черкеска одобрили решение Руслана Тамбиева перейти на работу в правительство. Исполняющим обязанности мэра Черкеска до проведения конкурса, который состоится 2 июня, по закону назначен первый заместитель мэра Алексей Баскаев. Сегодня в мэрии глава Рашид Тимрезов поблагодарил Руслана Алиевича за его эффективную работу в качестве мэра города. Глава региона подчеркнул, что под его руководством, благодаря интересным и современным решениям, в городе произошли значительные позитивные изменения, реализованные десятки ярких проектов, которые видят жители и гости республиканской столицы. За труд и большой личный вклад в профессионализм в развитие Черкеска вручил Руслану Тамбиеву высшую награду республики за заслуги перед Карачаевой Черкесией. Сегодня перед нами стоят новые вызовы, а в условиях борьбы с коронавирусом особая ответственность лежит на социальном блоке правительства. Именно его будет курировать Руслан Алиевич. Я уверен, будет подходить к делу со свойственной ему ответственностью и профессионализмом, отметил глава региона Рашид Тимрезов. Далее глава региона обозначил перед Русланом Тамбиевым круг его профессиональных задач на совещании с председателем правительства и его заместителями. Также сегодня за личный профессиональный вклад в социально-экономическое развитие Черкеска депутаты Думы присвоили Руслану Алиевичу звание почетных гражданин Черкеска. Карантин снят. Реанимационно-урологическое отделение республиканской больницы работает в штатном режиме. Напомним, что с профилактической целью с 16 по 30 апреля эти два отделения были переведены на карантинный режим. Как сегодня работают медики и много ли экстренной помощи оказывается в специальном репортаже Александра Коваленко. Вот так выглядит ковидная пневмония на снимке. Поражение легких новым вирусом с максимальной точностью можно увидеть именно на КТ. Ежедневно врачи компьютерной томографии Республиканской клинической больницы тесно взаимодействуют с докторами, которые в эти непростые дни работают в инфекционном госпитале. Доктор Мурат Кубеков в день расшифровывает более 20 снимков, утверждая, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. Мы почему призываем к самоизоляции? Потому что еще и степень тяжести заболевания зависит от той вирусной нагрузки, которую получает пациент. То есть если вы контактируете с больным с ковид, вы можете не заболеть. Если вы сохраняете дистанцию, если это кратковременное какое-то общение, и если вы после этого помыли руки, предприняли меры, и на вас маска. Если вы находитесь в толпе, в которой много пациентов больных с ковид, и которые вокруг вас находятся длительное время, то вы заболеете в большей степени. То есть у вас может быть более тяжелая форма. 16 апреля в реанимационное отделение больницы в тяжелом бессознательном состоянии был доставлен пациент. В ходе обследования у больного был выявлен ковид-19. После оказания ему необходимой неотложной помощи пациента перевели в инфекционный госпиталь, а отделение реанимации было закрыто на карантин. Его привезли сюда, он был в тяжелом состоянии, нам пришлось его интубировать, оказывать помощь. Слава Богу, он уже сегодня поправился, как мне известно. Но из-за того, что пациент находился двое суток в реанимационном отделении, с ним контактировали несколько смен. И после того, как уже были сделаны тесты, он только после этого был переведен уже в госпиталь, который занимается такими пациентами. Спустя две недели после предварительной дезинфекции реанимационное отделение абсолютно интактно и продолжает прием. И оказание помощи реанимационным больным. Сегодня лечение здесь получают 7 пациентов. Мы провели, сделали смывы на состояние среды, воздуха, предметов, помещений и так далее. Все сотрудники здоровы, карантин прошел благополучно. Пациенты, которые находились в реанимации в закрытой зоне и сотрудники все здоровы, их четырехкратно мы проверили, сделали пробы на ковид. И после завершения всех мероприятий карантинная зона была открыта. Для больных с неподтвержденным диагнозом, без рентгеноскопии и нуждающихся в реанимационных мероприятиях здесь развернут экстренный зал. Здесь мы их принимаем, оказываем необходимую помощь, ну, ввод до реанимационный, перевода на ИВЛ и дожидается решение по ситуации с пациентом. Если это необходимо, то проводятся другие манипуляции, там, оперативное вмешательство, продолжение лечения в интенсивной части нашего отделения. Либо, если этот пациент подтверждается диагноз новой инфекции, то это такой пациент специальной бригадой переводится в соответствующий госпиталь. Также на базе КЧРКБ ежедневно проводятся учения по работе приемного отделения реаниматологов в изолированном боксе, чтобы быть готовым оказать неотложную помощь пациентам до установления основного диагноза. Александра Коваленко, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Тема по распространению коронавируса продолжает оставаться главной вестью. По данным оперативного штаба Карачаева-Черкесии, по состоянию на сегодня в республике подтверждено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество больных составило 453, из них на стационарном лечении 225 пациентов. Остальные на амбулаторном лечении. 36 человек в республике выздоровели. Таким образом, на стадии активного лечения у врачей находится 417 пациентов. Пациенты, которые находятся в инфекционных госпиталях, выделенных специально для лечения больных инфицированных COVID-19. Это у нас инфекционный госпиталь, развернутый на базе нового здания филиала Черкесской городской поликлиники. Это в северной части города. Это инфекционный госпиталь, развернутый на базе противотуберкулезного диспансера. И инфекционная больница, где тоже лечатся COVID-положительные пациенты. Лечение они проходят в полном объеме. Медицинские работники, которые работают в этих госпиталях, работают с большой перегрузкой, потому что идет поступление, постоянное поступление пациентов. Они должны пройти компьютерную томографию. Поэтому необходимо и со стороны населения, и со стороны медицинских работников взаимное понимание, взаимное уважение. На сегодняшний день умерших у нас по республике два случая. Далее мы расскажем о подарках для самой многодетной семьи. В этой семье из Узжугуты скоро родится 15-й малыш. Но прежде мы узнаем о погоде на завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Приятные вести. В многодетной семье Исмаиловых из Узжугуты произошло радостное событие. Им вручили много подарков. А самый большой подарок – 18-местный автомобиль «Форд». С семьей, где ожидают рождения 15-го малыша, познакомился Мураджан Кезов. Семья Исмаиловых – коренные жители Карачаева-Черкесии. Супруги Мурад и Юля нажили 14 детей. Восемь мальчиков и шесть девочек. Среди них две пары близнецов. Маме всего 36 лет, а старшему ребёнку минуло 14. Она заканчивает 9-й класс и собирается поступать в медицинский колледж. Отец большого семейства работает охранником на цементном заводе. Наверное, нет нужды перечислять проблемы и трудности, в первую очередь материальные и бытовые, с которыми сталкиваются родители. Их очень много. А секрет семейного счастья довольно простой. Он поддерживает меня, я поддерживаю его. Наверное, из-за этого нам как-то это проходит более мягче. Ну, бывает, но ничего, мы всё переживаем, всё преодолеваем. И самое главное то, что все дети здоровы и живы. Это самое главное. Год назад семью постигла беда. Произошёл пожар. Сильные ожоги получила маленькая девочка. Понадобилось лечение в Ростове. Однако ежемесячно возить пострадавшего ребёнка на процедуры не было возможности. Добрые люди помогли семье в трудную минуту. Когда у нас произошло это чрезвычайное происшествие, к нам приехал мужчина-карачаевец. За что я ему очень благодарна. Хотя я и сама русская, но мужчина-карачаевец приехал и подарил нашей девочке, которая пострадала после пожара, машину. Семья большая, а значит, второй автомобиль должен быть вместительным. Ключи от 18-ти местного автобуса марки «Форд» полной комплектации подарили главе семейства. Теперь у Исмаиловых появилась возможность передвигаться всей семьёй в комфортных условиях. Это замечательное событие запомнится надолго. Первую поездку собираюсь поехать, детей вывезти на природу. Как родится 15-й. Чтоб дети покатались на катамаранах, на зелёного острова отвезут детей. Будем кататься, отдыхать. Может, летом, если закончится коронавирус, поедем на моря, отдохнём с детьми. Огромное спасибо всему карачаевскому народу. Для всех детей, для их родителей приобретены комплекты новой одежды. Многодетную семью обеспечили запасами продуктов питания на длительное время. Самые искренние слова благодарности выразила растроганная мама в адрес сенатора от Карачаева-Черкесии Ахмата Салпагарова и министра природных ресурсов и экологии республики Джашарбейка Узденова. Я очень благодарна этим людям. Низкий им поклон. Так как я сама русская, но когда мне помощь оказывают мусульмане, для меня это очень приятно. Большое им спасибо. Совсем скоро, буквально на днях, чита Исмаиловых пополнится. Супруги ожидают появления мальчика, которого назовут Исмаилом. И тогда каждый житель республики может с гордостью сказать, что в Карачаево-Черкесии проживает самая многодетная семья Российской Федерации. Мурат Зинкёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия. Ежегодно в преддверии Дня Победы в столице республики проводится всероссийская акция «Георгиевская ленточка». И этот год не стал исключением. Воспитанники военно-патриотического центра раздавали жителям республиканской столицы символ воинской славы, которую граждане носят на груди в знак уважения подвигов героев-победителей. С учетом действующего режима самоизоляции из рук молодых людей ленточки получили немногие горожане. В основном патриотическая акция проходила в местах, доступных для посещения людей, такие как продуктовые магазины, аптеки, а также учреждения, осуществляющие работу в данный период. По словам организаторов акции, всего жителям Черкеска раздадут 5,5 тысяч георгиевских ленточек. Мы все, конечно же, весь народ сожалеет о том, что мы в полной мере не можем отметить великий день, 75-летие со дня победы, но мы, несмотря ни на что, проводим эту акцию, потому что, что бы ни происходило, мы не вправе забывать о том, что наши предки 75 лет назад сделали для нас, для всех, сделали для всего человечества, не только для России, не только для бывшего Советского Союза, но спасли весь мир от коричневой чумы фашизма. Таким был этот день в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас на телеканале «Россия-1» продолжение фильма «Черное море». Приятного вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин